Режиссеру и драматургу Марку Розовскому исполнилось 87 лет. Праздничное мероприятие прошло в его родном театре у Никитских ворот. Лена Мулзак расскажет подробнее. Коллеги называют его «человек-театр». Говорят, он может сделать на сцене шедевр из любой, даже не очень хорошей пьесы. Народный артист России при этом никогда не учился в театральном институте. Он окончил факультет журналистики МГУ. Затем создал первую эстрадную студию «Наш дом». А в начале 80-х Марк Розовский организовал театр у Никитских ворот, которым руководит и сегодня. К своему дню рождения режиссер приготовил много сюрпризов. Один из них – часть трехтомника, 26-ю по счету книгу. Режиссура, школа, метод, практика. Я уже привык веселиться, ну и немножко печалиться. Но я вам сразу скажу, что цифры не должны пугать. Если жизнь продолжается, если ты работаешь, если рядом с тобой друзья, если близкие люди вместе с тобой, то, конечно, это замечательный допинг. То, что его так любят театр, артисты, коллектив, это говорит обо всем. И так его любили всегда и везде. Он настолько продолжает фонтанировать идеями. И, наверное, это самое главное. Пока он фонтанирует идеями, пока у него сумасшедшие, живые глаза, не только глаза. Вы видели, как он вскакивает на сцену? И это есть залог того, что это будет длиться долго. По случаю дня рождения в театре организовали капустник. Подарок зрителям от ювеляра – легендарные постановки театра. Театр – это дело круглосуточное и ежедневное. Если в театре возникает какой-то пунктир, если какие-то перерывы, пусть даже короткие, это всегда вредно. Ну, так я считаю. В театре должна быть какая-то непрерывность и постепенность какого-то постижения и самого себя, и каких-то вершин культуры вместе с театром, вместе с коллективом друзей и коллективом единомышленников. Это сегодня непросто. Осенью 1964 года я пришел на Маховую. Пришел на Маховую. Марк Григорьевич репетировал действительно свой первый спектакль. В жизни, по своей пьесе, весь назывался «Целый вечер, как проклятый». Репетиция закончилась. Марк Григорьевич говорит, мальчик, ну, покажи, что ты имеешь. Я насмерть отравленный советской эстрады, сел за инструмент, готов пить куплет. Я бесконечно благодарен мастерам за те уроки, сценические и человеческие, которые я получил. Я очень счастливый человек. Марк, ты моя жизнь. Вот, Марк, для меня моя жизнь. Потому что 60 лет назад Марк впервые приехал в созданную команду КВН в Баку. И вместе с Альбертом Юрьевичем Васкселеновым делал из нас создавщика-вайщика. А 50 лет назад, ровно, я познал первый в этой стране требушкетера в Бакинском театре. И Розовский, Дунаевский, Ряшинцев, Галя Волчин. Потом в Володе и Соске приезжали, это было чудо. Но Розовский, он не только великий режиссер, драматург, композитор, поэт. Марк Розовский, его друзья и семья весь вечер вспоминали, как сочиняли юмористические рассказы, которые печатали в журналах и ставили на сцене. Коллеги режиссера подчеркивают его потрясающее чувство юмора. Знаю Марика 60 лет, года 64-го. Еще ходил в студию, в наш дом, смотрел все спектакли. Потом стали писать, мы студенты авиационного института были, приносили ему спектакль, текст. Он ему вроде понравился, но он его не поставил. После этого я еще с ним общался, ездили вместе на гастроли, печатались в клубе «12 стульев» вместе, ходил, продолжал на его все спектакли. Желаю ему здравствовать долгие-долгие годы. Марк Григорьевич разный. Он иногда душка, иногда немножечко деспот, но что поделать. Режиссер должен быть иногда жестким и деспотичным. Но слушать артистов и чувствовать их, вот у нас такое, нам повезло. Коллеги вспоминали, чем режиссер занимался в молодые годы. У меня такое радостное для меня совпадение, мы с Марком Григорьевичем Бразовским родились в один день. Ну, как евреи говорят, он на одну субботу старше, вот, на 10 лет. Но эта разница никогда нас не волновала. Я всегда был чуть-чуть постарше своих лет, а он всегда был моложе своих лет намного. Когда-то мы с ним сделали совместный вечер. Он назывался «Старьё берём и поём». Так называлось когда-то одно из его представлений. «Старьё берём и показываем, а мы старьё берём и поём» сделали вечер. Так что что я могу ему пожелать? Того же, что и себе. Чтобы всё оставалось как есть, и эта разница между нами никогда не уменьшалась и не увеличивалась. Ещё один праздничный сюрприз – лучшие постановки. По многим из них в Театре у Никитских ворот были поставлены спектакли. Даже на Бродвее «История лошади» стала первым российским мюзиклом на американской сцене. Да и в кино Марк Григорьевич отметился. По его сценарию наши любимые три мушкетёра. Он в них и песню исполнил за кадром. «Шпионы там, шпионы здесь, без них не встать, без них не сесть, вздохнёт солнцус, известна кардинару». «Ой, боюсь, 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 боюсь». «Что я ему желаю?» «Знаете, когда я у одного его актёра, который был на фестивале, где я была, спросила, как Марк?» «Ну и зная, что мальчик-то не юный, говорит, он так бегает, с зала на сцену, со сцены в зал, на репетиции, живее его нет. Я это ему желаю много-много, долго-долго ставить спектакли, радовать нас, дружить и долго жить». Артисты театра не могли не порадовать любимого мастера. «Опять скрипит Розовского перо, и ветер холодит былую рану, давно нас, сударь, к Марку занесло, да просто нам, покойник, по карману». «Сейчас всё настолько хрупко, и кажется, что искусство – это такая ниточка, за которую люди хватаются как за спасение, за возможность получить немножко радости, сбежать в какие-то такие выдуманные миры, из этой реальности довольно сложные. И мне очень хочется просто, чтобы этот год у нас, у этого театра, и, конечно же, у моего папы, чтобы он был. Чтобы мы были друг у друга, чтобы мы были все вместе, на сцене, в сале, чтобы вот этот вот обмен энергиями, он происходил». «Неутомимая энергия, действительно, да. Он не чувствует своего воздуха, возраста, это замечательно. Молодая команда, которая с ним рядом, которая его поддерживает. И, ну, наверное, в какой-то степени семья, которая его держит в таком состоянии хорошем, скажем. Главный режиссёр театра у Никитских ворот всегда готов к новым смелым экспериментам. И поэтому вот уже 41 год его театр неизменно собирает аншлаги. «Мне кажется, что для нас самое большое поздравление – этот вечер Марка Григорьевича. Потому что этот человек совершил так много в российском театре, так много в этом конкретном театре. Он изменил путь театра фактически. Потому что куда ни посмотришь, куда ни глянешь, куда ни бросишь взгляд, сразу же видно – Розовский, 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 Розовский. Он наложил свой отпечаток на развитие мюзикла, российского мюзикла, на развитие театра. И мы видим, насколько стабилен этот театр. Дай Бог, чтобы это продолжалось ещё долго, много, чтобы у него хватило сил ещё лет на 20. А там посмотрим». Его театр – это его актёры. «У меня нет звёзд», – говорит Розовский. «Зато есть мастера, которым под силу решить задачу любой художественной сложности». «Он очень требовательный человек, который всегда добивается ровно того, что ему нужно. У него неиссякаемый фонтан уверенности. И даже если он приходит на репетицию, и артисты могут быть с ним не всегда согласны в каких-то там интерпретациях роли или даже в принципе в задумке спектакля, он всегда лоббирует свою позицию не за счёт того, что он художественный руководитель, а за счёт того, что он настолько убедителен, он настолько чётко подключается, внимательно смотрит, попадает точно в партнёры, что невозможно ему не довериться». Находиться в постоянном движении – залог успеха Марка Розовского. Он не суеверен, однако верит в удачу и в везение. «Для меня это большой праздник. Мы столько лет вместе работаем, и сейчас, может быть, самая большая работа, и у меня счастливые дни, потому что я знаю, что завтра может быть репетиция. Я очень рад, что он в такой форме, в какой он сейчас находится, и мне кажется, что это должно быть вечно». «Сегодня, вчера и всегда, столько лет, сколько я его знаю, я ему желаю, чтобы он был такой, какой он был. И 30 лет назад, и 40 лет назад, и 50 лет назад, когда я его уже знала. Такой же остроумный, такой же энергичный, такой же молодой, такой же неунывающий, такой же всё понимающий и одновременно верующий, верящий в то, что всё-таки всё наладится, и ещё что-то хорошее, но будет. Дай ему Бог». Ближайшая премьера театра – пьеса Платонова «Голос отца». Режиссёр предлагает задуматься о первоосновах жизни и законах человеческого бытия, которые в поисках собственного счастья человек постоянно нарушает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова